Дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас поздравляю с воскресным днем и с неделей святых пратец. Сегодня за вечерним богослужением, перед чтением Евангелия, мы слышали слова из Псалтири Давидовой. «Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени Твоего ради». Эти слова были сказаны в Ветхом Завете. И тогда они вызывали удивление, равно как и сегодня для тех, кто не знает истин Христовой Церкви. Как можно обращаться к Господу, чтобы Он воскрес, когда Бог есть Творец этого мира, и Он является Вседержителем, и, естественно, Он есть сама жизнь. В другом месте Псалтирь нам дает слова «Восстань, Господи, повелением, им же заповедал Еси, и сонм людей обыдет Тя». Конечно, мы знаем, о каком Господе говорится и о чем идет речь. Древний Завет знал о воскресении, ибо несколько случаев воскрешения людей, например, как это сотворил пророк Илья, мы знаем из Священного Писания. Поэтому слово «воскресни», конечно, оно использовалось в Ветхом Завете. Но большей частью воскресни и восстань имелось в виду то состояние, когда Бог как бы спал, как бы не был со своим народом, и от лица Давида и других праведников звучат эти слова, как призыв ко Господу, чтобы он вновь встал на защиту своего народа. И неоднократно царь Давид просит Господа, чтобы он защитил его от врагов, от клеветников, защитил народ от соседних языческих племен, не знавших Бога, и таким образом использовал эти слова. Но мы знаем о том, что эти слова можно понять буквально, «Ибо воскрес Сын Божий, который воплотился в свое время от Богородицы и Преснодевы Марии, родился здесь на земле, сотворил дело нашего спасения, и, пострадав на кресте, воскрес из мертвых». Поэтому эти слова первую часть говорит Ветхий Завет, а вторую часть этого выражения, уже исполнившуюся по воскресенье Христове, добавляем «мы» и «помоги нам имени Твоего ради». Но я хотел бы сегодня еще напомнить одно уместное пророчество, которое сказано было еще древнее, чем царь Давид. И оно относится к працу, внуку Авраама, сыну Исаака, працу Иакову, который, призвав своих двенадцать детей, четвертому Иуде сказал следующие слова. «Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, возвращается, преклонился он и лег, и уснул, как лев и как львица, кто поднимет его». И эти слова тоже обращаем мы ко Господу Иисусу Христу. Во-первых, он воплотился и родился от Иудина колено, о котором пророк и праотец Иаков и говорит в этом пророчестве. Ибо от Иуды, от четвертого сына Иакова, произошел и царь Давид, и царь Соломон, и причистая Дева. Именно от этого колена, от Иудина, рождается и воплощается Господь наш Иисус Христос. И именно на нем, из всего этого колена Иудина, большого колена, которое сохранилось после разделения Израильского царства на два, оттуда и происходит Спаситель мира по плоти. И слова, которые мы слышим, что он, как лев, преклонился и лег, говорят нам и точно напоминают о том, как Господь наш пострадал и после крестных страданий умер и был три дня во гробе. И потом, кто поднимет его, действительно никакая человеческая сила не может подвигнуть Бога к воскресению, потому что только своей божественной силой Бог может по плоти воскресить себя и явить себя воскресшим этому миру. И таким образом мы видим, как сбылись эти замечательные пророчества, очень древние, но которые мир, священное Писание оставили для нас в назидание, чтобы мы видели, как исполнились точно слова Божьи и как важно видеть промысел Божий в нашей жизни. Но мы добавляем эти слова сегодняшнего Прокимна «И избави нас имени Твоего ради» к воскресшему Господу для того, чтобы мы понимали. И тогда ветхий человек тоже понимал, что Бог все творит не из-за того, что мы такие хорошие. Наверное, больше мы чувствуем себя не такими хорошими, и многие дела наши показывают то, что не всегда можно и помогать нам за такие плохие дела. Но Бог идет не потому, что мы что-то заслужили в этом мире, не за наши добрые дела, не имени нашего ради идет Господь на землю, чтобы спасти нас, а идет имени ради Своего, потому что Он есть сама Любовь, потому что Он нам дает жизнь, дал жизнь в этом мире и хочет, чтобы мы наследовали жизнь вечную. Это Он хочет, а мы, которые погибаем здесь в грешном мире, часто даже не понимаем о своем спасении. Ведь было время, когда и мы были неразумны пред Господом, и только Его божественная благодать, коснувшись наших сердец, привлекла нас к Нему. И вот не нашего ради имени, не ради наших поступков и дел воскресает Христос и помогает нам, но ради своего, во-первых, слова и обещания, которое Он сказал еще людям в раю, что придет время, и они будут избавлены от этого страшного состояния, в котором пребывает мир. И, во-вторых, ради той любви и милосердия, жертвенной любви, которая вполне явилась нам на Сыне Божьем, воплотившемся Господе Иисусе Христе. И сегодня, вспоминая Его воскресение, вспоминая эти замечательные пророческие слова, мы молимся воскресшему Господу, чтобы Он помогал нам в нашей жизни, помогал противостоять греху, помогал жить добродетельно и благочестиво, помогал помнить все Его заповеди и хранить их в сердце, как хранили многие святые и в них видели свет для своего жизненного пути, чтобы Он помогал нам помнить о Его воплощении и воскресении и благодарно отвечать на этот подвиг Его любви жертвенной и милости к нам. Будем же молиться Господу и стараться не омрачать Его доверие к нам, но наипаче своими добрыми делами, обращаясь ко Господу, не хвалясь своим благочестием, но наоборот, ища путь и возможность как можно больше совершать добрых дел, обращаясь к Богу, будем идти путем жизни, которым прошли все святые и у нас следовали Царство Божье. Аминь.